Уважаемый Президиум, участники сегодняшней встречи, что моя тема действительно посвящена теме музеев и их действительно большое разнообразие. И они всегда фигурируют, какой бы мы тур, какой бы мы маршрут для себя не выбирали. Всегда объектом показа является музей. Особенно сейчас, когда появляются такие проекты, которые продвигают святые места, я имею в виду проект, который по телевидению сейчас начал реализовываться при поддержке Патриаршего Совета по культуре, я имею в виду святыни России. И надо сказать, что, конечно, все это нас заставляет внимательнее присматриваться к нашим коллегам, я имею в виду, когда светские музеи взаимодействуют с музеями церковными. Ресурс, который мы обладаем для того, чтобы развивать вот такой большой проект, церковный музей, он действительно огромен. Вот перед вами цифра, которая говорит о том, что Русская Православная Церковь на сегодняшний день располагает большим количеством объектов культурного наследия. И все они в той или иной степени могут быть задействованы в работе. Однако, когда мы смотрим статистические данные по музеям Российской Федерации, вы видите цифры, сколько музеев на сегодняшний день функционирует в России, и как их посещают, каковы их доходы, то, к сожалению, среди вот этого количества музеев мы зададимся вопросом и не получим на него ответ. А сколько же музеев церковных? И вообще, что такое церковный музей? Для того, чтобы нам сформулировать это определение, вот мы предлагаем такую редакцию о негосударственном музее некоммерческо-централизованной организации, которая, собственно, и занимается комплектованием, изучением и популяризацией всего наследия, движимого прежде всего, и которая работает в епархии конкретно, в приходе, в благочине и располагается на территории обители, монастыря. И здесь я должна процитировать своего коллегу, президента Союза музеев России, господина Петровского, который говорит о том, что экономика может быть какой угодно, европейской, китайской, и политика тоже может быть разной. Гарантия единого пространства в стране – это единое музейное пространство, говорит он как музейщик, а потом добавляет. Держат это пространство музеи и церковь, потому что у них одна задача. И это задача в сохранении тех свидетельств, тех символов, которые нам говорят о горном мире. Вот в этом, собственно, наша задача и у церковного музея, и у светского музея, если он располагает коллекциями религиозного искусства. Но надо сказать, что само определение церковный музей – это достаточно условное на сегодняшний день определение. Под этим мы понимаем разные типы музеев. Как я уже сказала, это музеи могут находиться, кормляться церковной организацией и располагаться в церковных помещениях на территории приходов, монастырей, епархии. И вот это не случайно я выделила эту позицию, потому что действительно этому сейчас уделяется очень большое внимание со стороны Русской Православной Церкви. Если до 1917 года, вы знаете, существовали такие музейные собрания, и они могли формироваться в монастырских резницах, в резницах крупных фрамах, крупных городов, которые назывались, собственно, древлехранилищами, и потом стали основой для многих губернских музеев, то одной из разновидностей тоже музеев церковных до 1917 года были и вот эти церковно-археологические кабинеты в учебных духовных заведениях. Долгое время таким единственным, по сути дела, крупным собранием художественным и собранием исторических документов был церковно-археологический кабинет Московской Духовной Академии, который располагается в троице Сергея Вара, тут сегодня уже говорили, вспоминали. Это действительно очень мощное, можно сказать, очень авторитетное музейное учреждение, которое посещает более 1200 групп туристических, это где-то более 40 тысяч человек из 50 стран мира. И, естественно, то, что его сейчас открывают для широкой публики, наверное, это можно только приветствовать. Надо сказать, что обращение к церковному искусству, к церковному, к духовному наследию играет огромную роль и в культурном развитии страны, и в образовании, и в просветительстве. И поэтому, конечно, без освоения историко-культурного наследия Русской Православной Церкви, конечно, не может быть вообще разговор о значении музеев, которые сейчас церковь располагает. Вот пример такого музея и вот этих коллекций резничных, троице Сергия Лавры, вы здесь видите. Это сейчас филиал Сергея Посадского музея-заповедника. Уникальная ситуация, когда государственным музеем руководит духовное лицо, владыка Феогност. И мы с вами, наверное, с нетерпением уже ждем, когда же откроется, наконец, после реставрации резниц. Это будет уже довольно большой комплекс. Она расширит свои площади. И там мы увидим вот это уникальное собрание XIII-XX веков, и вы видите, каков состав его. Это только несколько воспроизведений. Принципы отношения к наследию у всех музеев одинаковы. Музей – это специальная институция, которая призвана сохранять, изучать, популяризировать, исследовать, пополнять. И все, что касается наследия, и материального, и нематериального. Поэтому принципы вот эти, они очень просты и для нас, светских музеев, и для церковных. Сохранить и транслировать. Я уже говорила об этой актуальной типологии музеев на сегодняшний день. Это церковные музеи приходские или крупных городских храмов. Это, конечно, музеи монастырей, музеи, которые находятся и в учебных заведениях духовных. Вот такое разнообразие сейчас. Где-то используется слово «музей», а где-то сейчас используется слово «старое» как «дрехранилище». Особенно если это в отношении епархиальных музеев. И вот такой пример епархиального музея «Новодевичий монастырь». Авторитетный, авторитетная обидельность, древнейшая, интереснейшая история, уникальным комплексом архитектурным. И так же, как и Троица Сергия Валавра, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот здесь располагается музей, который получил статус с 2014 года как епархиальный музей. Я перелистываю, чтобы вы поняли, кто вдруг там не был или не так часто бывает, как выглядит экспозиция этого музея, коллекции которого комплектуются и духовными лицами, очень много даров, своя собственная коллекция в монастыре. И, конечно, очень большое значение имеют и вот такие комплексы документов, материалов, личных вещей, которые связаны вот как здесь с егуменей Серафимой, которая возглавляла монастырь и управляла им вот последнее время, после того, как там была возобновлена монашеская жизнь. При этом сохраняются, прекрасно читаются интерьеры, архитектура этого помещения, и оно наполнено вот такими уникальными предметами, в том числе рассказывающие ее историю как ученого. Показываю специально, чтобы, может быть, кто-то взял это тоже на вооружение и использовал. Другая экспозиция – это 12-й год, 1812 год. То есть здесь Епархиальный музей показывает широко значение его, его место в каких-то глобальных исторических событиях. Еще один музей, открывшийся недавно, в основе которого и личная коллекция, и долгая история монастыря – это музей Библии Иосифового монастыря. Это сейчас один из нескольких музеев, посвященных Библии, которые существуют в мире. Там у меня по тексту, вы видите, это еще и в Амстердаме, Будапеште, Вашингтоне и Иерусалиме. В основе этой экспозиции, в том числе личные вещи, книги, библиотека владыки Петерима, который долгое время возглавлял издательский совет, и, конечно, его заслуга в пропаганде Библии нельзя переоценить. Ну, много и художественных предметов, которые составляют вот такие комплексы, и человек, который посещает этот музей, получает такое цельное представление о Библии, о ее истории, о переводах Библии на языки народов СССР, в том числе, о советском периоде, когда сложно, трудно было и достать Библию. Надо сказать, что особенностью Московской области, вероятно, вы знаете, является то, что на ее территории очень много сохранившихся дворянских усадеб. Непременной частью архитектурного ансамбля всегда была домовая церковь, домовый храм. И сейчас во многих вот таких зданиях восстановлены интерьеры и проходят службы. Пример – домовый храм в Мураново. Я обращаю на это внимание, потому что в данном случае мы имеем тоже интересный опыт, когда в структуре государственного музея, а это областной музей-заповедник, существует сектор, домовый храм. И там работает, в том числе, и, так сказать, участвует в работе этого подразделения и настоятель. Уникальный, мне кажется, уникальный опыт, еще один взаимодействие благочиния с государственным музеем, в данном случае муниципальным, при создании вот этого музея, дома-музея Владыки Серафима Звездинского в Дмитрове. Это была большая исследовательская работа, реставрация. И сейчас на базе этого музея целая большая исследовательская работа, экспозиционная ведется, рассказывающая о дмитровских новомучениках. И вот, собственно, мы с вами здесь видим, каким было здание, каким оно стало после реставрации, и несколько воспроизведений того, как выглядит интерьер. Здесь мы видим даже восстановленный храм, который был освящен в 1914 году. Вот мы его видим, восстанавливали его по очень небольшому рисунку, который был у людей, которые были чадами духовными владыки. Большой зал, где также присутствуют какие-то мемориальные предметы, вещи и типологические вещи, позволяющие создать и передать атмосферу этого времени. Вот фрагмент экспозиции с реконструкцией его кабинета. Вы видите на одной из фотографий, фотография, собственно, документальная, и потом реконструкция. Вот это очень важно, потому что это заставляет поверить, заставляет углубиться в историю и доверяться словам. То есть человек видит подлинность. Вот этот аромат подлинности, уникальности, аутентичности, он и делает притягательным нашим музеям. Тема «Дмитровские новомученики». Еще продолжение этой темы, конечно, на мемориале на Бутовском полигоне. Тоже, так сказать, уникальное место. Русская Голгофа. Это место потрясает. И опять же за работой, за восстановлением этих имен, за очень серьезной архивной деятельностью стояли люди, которые, так сказать, здесь служат в церкви. Новый храм построим. И совершенно другой по масштабу тоже музей новомучеников и исповедников домогедовских в селе Ян. Обязательно съездите туда, посмотрите на этот дивный, уютный музей рядом с храмом, рядом с зданием старой церковно-прихарской школы. И здесь очень много тоже уникальных вещей, связанных с деятелями русской православной церкви, рубежа веков. И вот другой пример, когда церковный музей – это еще и взаимодействие, это еще и отклик на какую-то культурную коллизию, на какие-то культурные события, на общую жизнь, которая происходит вокруг. Это дом музея Маяковского. Вы видите, что восстановлен он был и создана экспозиция по инициативе отца Андрея Дударева. Символическая экспозиция. В этом музее проводится очень много интересных мероприятий, культурных акций и непосредственного контакта молодежи со священником, беседы. Но Андрей Дударев выходит дальше, за пределы этого музея, и по его инициативе устанавливаются и скульптуры в городе Пушкино. Я уже говорила, что очень важно, когда церковной археологией памятниками духовного искусства занимаются люди подготовленные. И вот в этом смысле, мне кажется, большую надежду надо возлагать и на учащихся духовных школ. И вот таким примером открытого нового музея является музей в духовной семинарии в Коломне, в Староголотвеном монастыре. Это одна из экспозиций. Она была открыта в 2016 году. И вот буквально недавно новый зал. Это церковно-исторический кабинет, он у них называется, музей в Коломенской семинарии. Это три века русской иконы. Когда, чтобы уже подводить к финалу, да, я хотела бы обратить внимание на то, что церковный музей, как и музей светский, он теми же самыми вопросами занимает, у него те же самые задачи. И для того, чтобы он был воспринимаем посетителем, чтобы он был современным, он должен, конечно, решать две задачи, в базовых процессах участвовать. Это интерпретация культурного пространства, той территории, где он находится, всей совокупности исторических событий, явлений, и разрабатывать специфический музейно-туристский креатив. Без этого невозможно. И если вы приедете в то же село Ям, то рядом находится изба Ямщицкая, и там вас напоят чаем, и выпечку, так сказать, предложат, и это прекрасно. На монастырских, в монастырях, мне кажется, очень перспективно, и сегодня уже об этом говорили, восстанавливать те занятия, которые были свойственны этому монастырю. Если это было гончатство, то гончатство, да, иконописание, шитье, а где-то, возможно, какие-то еще исторические свидетельства подскажут нам, что может дополнить и создать вот эту неповторимую, подлинную атмосферу места. Проблемы, они такие же, собственно, отчасти, как у многих музеев, они у меня здесь перечислены, а решения, ну, решения тоже не буду зачитывать их. Вот, самое главное, здесь надо налаживать отношения с профессионалами, привлекать профессиональных музейщиков, так сказать, историков, искусства, искусствоведов, людей, которые могут обеспечить туристический аудит этого места. Тогда, мне кажется, и мы сможем решить ту задачу, которую перед собой ставим, открывая церковный музей. Просите, что так быстро можно говорить об этом очень долго. Большое спасибо. Огромное спасибо, Елена Владимировна. Вопросы? Давайте мы следующим образом поступим. Действительно, с вашей точки зрения кратко, кратко по существу, да? Потому что проблема очень серьезная. Глобально. И поэтому я тоже думаю, что когда вот мы будем обсуждать планы нашей работы, конечно, нам отдельно нужно провести мероприятие, так сказать, которое касается музеев. Вот, их роли, так сказать, работы, стандартов их работы, методологии и всего остального. Я думаю, что это мы сделаем. И этому надо посвятить, в общем-то, отдельное, потому что это отдельный класс. Да, я хочу только добавить, что эта тема действительно очень важная. И сейчас Совет по культуре Патриарши, он вот уже несколько лет как раз инициирует вот эти образовательные курсы для древних хранителей. Это под патронатом Владыки Тихона, да, проходит. Я читаю там лекции, вот, в том числе и по этой теме, и по созданию музея церковного, и по созданию экспозиции. И знаю, что это действительно вызывает очень много-много вопросов практических. Потому что в каждом конкретном случае, говоря о каждом конкретном музее, о том, как он должен работать, надо конкретно обсуждать. Продолжение следует...